В Магнитогорске началось комплексное благоустройство территории, расположенной напротив привокзальной площади за памятником Металлург. Главной целью проводимых работ является создание единого архитектурного облика для данной территории и прилегающих к ней домов. Поэтому здесь будет не только обновлено асфальтовое покрытие и облагорожена зеленая зона, но и изменен внешний вид жилых многоэтажек и магазинов. Напомню, это самый крупный проект нынешнего года, который будет реализован в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Очень красивый проект, очень красивый. Здесь светильники шикарные, подстарено. Красивые скамейки, урны очень красивые. Если будет все сделано согласно проекту, то будет вообще бесподобная площадь у нас. Председатель КТОСа номер 9 Ленинского района Ольга Окунева признается, что о подобных преобразованиях жители, прилегающего к этой территории микрорайона, мечтали давно. Ведь капремонта здесь не было уже много лет. Начиналось у нас с мелочи, как говорится. Мы просили безопасный сход, спуск к трамвайной остановке. Вот с этого все началось. А когда уже стали просить и обрезку, чтобы здесь облагородили как-то территорию, и тогда уже Лена Гарифовна подключилась со своей энергией, со всем. Ну вот благодаря ей это все и началось. Конечно, пришла мысль, а почему нет. Есть прекрасный проект, это программа инициативное бюджетирование, где желание жителей можно реализовать. Мы вышли и вместе обошли эту площадь. И не только площадь, мы ушли дальше за дома, все смотрели, смотрели, смотрели. И начали в прошлом году, летом, рисовать дизайн-проект. В нем и была реализована идея о комплексном благоустройстве этой территории, которая, по сути, является отправной точкой для всех туристических маршрутов. Ведь знакомство с Магнитогорском начинается именно с привокзальной площади. Это предложение было активно поддержано главой города Сергеем Бердниковым и городским собранием депутатов. Единогласным решением проект был включен в перечень гражданских инициатив, реализуемых в этом году. Работа будет сделана на 33 миллиона. То, с чего начинали наши уважаемые жители, лестничный пролет с пандусом будут обустроены. Конечно, тротуары будут обустроены. Уже, видите, бордюрный камень выложен. Значит, здесь заасфальтируется все. Вот эта площадь, она будет очень красивая. Здесь мы из гранита. Гранитная будет площадь. И здесь будет клумба. Не такая необычная, а современная. И вот и камни здесь будут, и многолетние кустарники, цветы. Вот такой вот будет. Также здесь будет обустроен сквер для отдыха с современным освещением и большим количеством лавочек, по периметру которого будут высажены клёны, рябины и большая каштановая аллея. Изменится и внешний вид прилегающих к этой территории зданий. Дома должны были быть отремонтированы, фасады в 1937 году, но вроде как переносят на этот год. Фасады будут отремонтированы, естественно, и магазины. Это общедомовое имущество, оно будет приведено в соответствие. Все жилые и торговые объекты будут выполнены в одном стиле, что поможет придать микрорайону единый архитектурный облик. Помимо этого, на крышах четырёх многоэтажных домов будет располагаться надпись «Магнитогорск. Город трудовой доблести». В администрации Ленинского района обещают, что уже к осени будут выполнены все запланированные работы. И напоминают, что это уже седьмой проект, который будет реализован в этом году по инициативе жителей. Конечно, у нас сквера как такового нет, и жители очень были рады, что наконец-то преображается наша привокзальная площадь. Есть возможность прийти отдохнуть, посидеть, поразвлекаться, как говорится, и детям есть где покататься на роликах. Жители очень-очень рады. Вот я живу 50 лет здесь, но такой масштабной работы ещё не было. Татьяна Артёмко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН.